Десять лет со дня одной из самых страшных трагедий в истории нашей страны. В Иванове почтили жертв теракта в Беслане. Первую школу города Беслан террористы захватили утром 1 сентября 2004 года. В течение двух с половиной дней в заложниках находились более 1100 человек. Среди них дети, родители, учителя. Штурм здания начался 3 сентября. 334 человека, из них 186 детей, погибли и свыше 800 были ранены. Вся страна тогда скорбела вместе с Бесланом. Большинство собравшихся в среду у часовни на тот момент были школьниками. Это воспринималось как-то очень страшно и непонятно. Как дети, такие же, как я, мои ровесники, находятся в школе, которая была захвачена 1 сентября, когда они пришли на праздник, особенно маленькие детки, которые пришли на праздник. Для них все это новое, необычное. В 2009 году группа ивановских ребят ездила на конкурс в Скинваль. По дороге заехали в Беслан, в школу, где случилась трагедия. Вспоминания, конечно, страшные. Как мы туда пришли, вошли в этот зал. Фотографии, свечи, вода, гвоздики. Все напоминает о этом страшном дне. Слезы, не знаю даже, как сказать. Мы достали свечи, которые привезли с собой. Поставили свечи за всех этих детей, учителей, родителей. Очень страшные воспоминания. На памятный митинг в Иванове собралось совсем мало народу. Это не общепринятая обязаловка, поясняют организаторы. Мы, наверное, не действуем по, возможно, указке, а, скорее всего, по зову сердца. И приглашаем только тех, кто попросили даже вчера проректоров вузов, чтобы они пригласили тех, кто хочет почтить память. Во всех городах у СТЭЛ тоже пройдут такие памятные мероприятия, и в небо отпустят белые шары. Белые шары – как символ вечной памяти о погибших. У часовни зажгли свечи, возложили цветы.